Итак, подробности спецоперации, которую провели спецслужбы в Москве. Предвращен теракт, который готовили в центре города. В жилом доме собирали бомбу. Ее, по оперативным данным, планировали взорвать в общественном транспорте. Кадр оперативной съемки в репортаже Тимура Сиразиева. Откройте дверь с паспортами по одному на выход. Бойцы в полной амуниции действуют осторожно, знают, кто в квартире. Судя по этому видео, спецслужбы уже задержали одного из участников банды и вместе с ним пришли туда, где скрывались остальные. Через минуту группа захвата в квартире. Сегодня в ФСБ подтвердили подозреваемые связаны с так называемым Исламским государством, террористической группировкой, запрещенной в России. Был установлен адрес в Москве, по которому периодически прибывали от 6 до 11 человек, часть из которых прошла боевую подготовку в лагерях Исламского государства на территории Сирии и прибыла в Россию задолго до начала российской военной операции в Сирийской Арабской Республике. В ходе оперативного опроса двух задержанных стало известно, что они планировали осуществить теракт в общественном транспорте Москвы. Квартира на последнем, девятом этаже. Сейчас она опечатана. Подробности задержания не сообщаются. Как рассказывают жители, соседка увидела в глазок мужчин в масках и услышала слово «детонатор». Вызвала полицию. Оказалось, что подозрительные люди – сотрудники спецслужб, которые уже работали на месте. Это высотки международного делового центра «Москва-Сити». До них идти пять минут. Рядом станция метро улица 1905 года, центр столицы. Именно здесь проходила операция по задержанию подозреваемых. О том, насколько все было серьезно, можно судить по действиям спецслужб. Им пришлось эвакуировать жителей подъезда. В квартирах отключили газ. Домой жителям разрешили вернуться, когда все следственные действия закончились после двух часов ночи. В полпятого вечера к нам постучались в дверь и сказали, что соберите документы, теплые вещи и покиньте помещение. На вопрос, что произошло, промолчали и ничего не ответили. Эвакуацию начали, когда нашли взрывное устройство. Оно было в стиральной машине. Там вещи, что ли? Серебрянка тут с этим. Серебрянка, алюминиевая пудра. Также в барабане стиральной машины была мячная селитра. Это вещество из азота и серы используется в качестве удобрения. При определенных условиях селитра, смешанная с алюминиевой пудрой, взрывоопасны. Под ванной лежал электродетонатор. То есть устройство было почти готово. Скорее всего, его собрали по инструкции, которую спецслужбы нашли здесь же. Как пишет агентство Интерфакс, по своему составу взрывчатка напоминала ту, что была использована во время недавнего теракта в Анкаре. Хозяин столичной квартиры установлен. Это 58-летний москвич, который сдавал жилплощадь уже несколько лет. По словам жителей подъезда, соседи друг друга знают плохо. Многие квартиры арендуют. Полно подозрительных. А в чем они выражаются? Они выражаются в том, что в одной квартире 30 человек спят. Днем была информация, что среди задержанных трое граждан Сирии. Однако в ФСБ заявили, что все подозреваемые из России. По данным спецслужб для организации теракта, задержанным была выделена значительная сумма денег. Кто именно планировал это преступление, еще предстоит установить. Тимур Сиразиев, Рушан Умяров, Юрий Шолмов, Екатерина Белова, Первый канал.